От многой мудрости много скорби, и умножающий знания умножает печаль. Соломон. Или меньше знаешь, крепче спишь. Народная мудрость. Правильно ли я понимаю, что сама суть проекта с помощью знания о мозге, наоборот, повернуть следующее утверждение в другую сторону? То есть, приумножая знания, уменьшить скорбь, научиться бороться с ней с помощью тех самых знаний. Даша, Венгрия, город Печи. Ну, Дашенька, вопрос такой сложный, философский на самом деле. Писал эти слова уже не Соломон, а экклезиаст. Он впал тогда в глубокую депрессию. И в целом многое наворотил в своей жизни. Поэтому, в общем, его печали были приумножены. У него, по-моему, 800 жен было. Я сам буду в большом количестве печали, если надо будет такие выполнять обязанности. Меньше знаешь, крепче спишь. Это тоже же мудрость-то не про знания. Это мудрость про то, что есть сферы, в которые не надо ссуваться. Да, любопытные варваре нос на базаре оторвали. Вот чтобы не оторвали, меньше знаешь, крепче спишь. Вообще, я не знаю никакого хоть сколько-то здравого мыслителя, который бы дезавуировал ценность мышления как такового. Нет. И даже если бы мы взяли Соломона-экклезиаста и, так сказать, призвали бы к ответу, он бы сказал, что мышление – это очень хорошо. Вот я в этом совершенно не сомневаюсь. Действительно, многое, что мы понимаем о себе, о мире, оно противоречит каким-то таким культурным установкам, с которыми мы привыкли иметь дело. Но знание правды и избавление от иллюзий – это самое вообще дорогое, что может быть. Потому что, принимая решения, действуя в жизни, мы должны опираться на что-то реальное, на что-то настоящее. Избавление от иллюзий дает нам такой шанс. И мышление, если мы уж совсем строго говорим методологически про это, это про нашу связь с реальностью, с тем, что происходит на самом деле. И установка диагноза депрессии к лезиасту, и, собственно говоря, правильная интерпретация другой народной мудрости – это то, что является как раз мышлением, анализом большого количества фактов, соотнесением их с фактическим положением дел и отсюда выводы. Поэтому мышление – самая большая ценность нашей жизни, потому что от него определяется все – и то, что вы чувствуете, и то, чего вы добиваетесь, и то, какие отношения вы строите с другими людьми. Продолжение следует...